Выездное совещание комиссии по ЖКХ городского совета депутатов проходило по обращениям жителей Серкова, Ледова и Хотова. Основные вопросы – благоустройство территории, уличное освещение, детские площадки, водоотведение. В деревне Серкова депутаты побывали на детской площадке на улице Слободка. Ограждения и искусственного освещения там нет, территория не убирается, малые архитектурные формы в плачевном состоянии. Да и детской площадку назвать трудно. Самые частые гости на ней – те, кому негде посидеть за столом. Бьют, а бьют ночью. Вот эти всякие больные и здоровые как больные, сейчас молодежь Слободка, они приезжали на машинах прямо сюда. Теперь мы попросили, вот дом его поставил, он шлагбаум. Замыкает он его. Они теперь сюда не заезжают. Они ставят там. Осмотрели депутаты и памятник серковцам, погибшим в Великой Отечественной войне. К Дню Победы нужно привести его в порядок. В деревне Ледово наиболее актуальными стали вопросы очистки пруда, в котором когда-то можно было купаться и ловить рыбу, и установка уличного освещения. А в перспективе и обустройство детской площадки. Очень просим помочь, потому что в принципе деревня мы хорошая. Всех любим, всех уважаем. Мы планируем несколько прудов почистить, с освещением вам помочь в этом году, с дорогами постараемся как минимум отсыпать крошкой, а там уже все-таки надо сделать. Хорошо. Стараемся. Спасибо. Вы давайте тоже. И все-таки детскую площадку вам где-то надо организовывать. Да, вот надо. Мы вам с ней поможем, вы найдите место. Планируется облагородить и детскую площадку в Хотове. Правда, территории частного сектора не попадают в комплексную программу благоустройства, и деньги будут выделены из сэкономленных средств городского бюджета. Сегодня цель нашего выездного совещания, комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству одна – установить те проблемные места, которые у нас сегодня обращается большое количество жителей частного сектора. Люди платят налоги, живут в городе, но тех услуг городских не получают. Наша цель – установить это все, скоординировать наши действия с администрацией, с исполнительными органами власти. В этом году также выделены деньги на светлый город. Но главная проблема сейчас для жителей Хотова – это водоотведение и канализация. При расширении складской территории в Хотовской промзоне была перекупана водоотводная канава, и теперь второй год некоторые жилые участки весной превращаются в водоемы. Вот так выглядит огород возле дома номер 22 по Хотовской улице. В доме номер 25 ситуация не лучше. Уток, правда, там нет, зато площадь акватории значительно больше. Системы канализации и водоотведения, то, что здесь в Хотово необходимо, мы уже давно работаем. Есть частные компании, которые готовы также финансировать и включиться в эту работу. Здесь 15 предприятий, которым жизненно необходима канализация. Они готовы выполнить в своей части. Мы с жителями разработаем, сейчас собирается под 50 жителей, разработаем программу трехлетней. У нас плановый бюджет трехлетний. В этом году должен быть готов проект канализования в Хотове, а в следующем необходимые для строительства деньги будут заложены в городской бюджет. Сергей Дадыко, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!